В России заявляются, что мы на пороге открытия вакцины от рака. Ежегодно в мире возникают 20 миллионов новых случаев онкологического заболевания. Несомненно, появление вакцины станет событием такого масштаба, который сравним с открытием пенициллина. Но возможно ли это? Меня зовут Анастасия Мочалова. Я врач-онколог с 20-летним стажем, химиотерапевт, доктор медицинских наук. Я придерживаюсь принципов доказательной медицины, поэтому из этого видео вы узнаете, насколько в практическом смысле вакцина от онкологии может быть применена в ближайшем будущем. Представьте, что вакцинация – это как тренировка для вашей иммунной системы. Вакцина вводит в организм ослабленные или убитые микробы, или даже их частицы, которые напоминают настоящую инфекцию. То есть иммунная система получает возможность попрактиковаться в распознавании и борьбе с потенциальными врагами, будь то вирусы или даже раковые клетки. И вот когда настоящая угроза происходит, организм уже знает, как быстро и эффективно включить защитные механизмы. В каком-то смысле вакцина способствует возникновению иммунной памяти. Это способность организма сохранять информацию о ранее встречных патогенах. После вакцинации формируются специфические клетки памяти, которые могут быстро реагировать на повторное заражение, тем самым обеспечивая длительную защиту и снижая риск заболевания. Современные подходы к разработке вакцин включают создание индивидуальных вакцин на основе биопсии пациента. Это позволяет целенаправленно нацеливаться на специфические антигены, которые присутствуют только в опухолевых клетках этого пациента, что повышает эффективность лечения. На сегодняшний день существует вакцина против вируса папиллома человека – ВПЧ. Ее эффективность и снижение риска рака шейки матки доказано. Почему у нас, по сути, только вакцина от ВПЧ? Вакцинация против вируса папиллома человека доказала свою эффективность в снижении риска рака шейки матки. Она работает, предотвращая инфекцию высокоонкогенными типами вируса, которые могут вызвать рак. В большинстве стран именно эта вакцина является наиболее распространенной, так как вирус папиллома человека является одним из основных факторов риска, вызывающих рак шейки матки, полость рта. Вакцины против ВПЧ были разработаны на основе хорошо изученных механизмов вируса и его взаимодействия с иммунной системой. Это позволило быстро и эффективно создать безопасные и действенные вакцины. Хотя ВПЧ-вакцина находится в центре внимания, активно ведутся исследования и разработки вакцин против других вирусов и заболеваний. Таких как вакцина против гепатита B тоже разработана, также вакцина против различных видов рака, включая меланому и рак легких. Однако эти разработки могут требовать больше времени и ресурсов. На данный момент это единственная вакцина, но и она не от рака, а от вируса, который может привести к онкологии. Вакцинация – это одна из самых эффективных мер для предотвращения инфекционных заболеваний и защиты здоровья населения. Более 150 стран по всему миру активно используют вакцины для борьбы с различными болезнями. Например, такими как корь, полиомиелит, гепатит, грипп. Программа вакцинации вируса папиллома человека значительно снизила заболеваемость и смертность от рака шейки матки. На данный момент есть три разработки, которые вселяют надежду на то, что вакцина от рака может стать реальностью в ближайшем будущем. Первое. Вакцины на основе МРНК. Разработка вакцин, использующих МРНК технологии, активно продвигается. Например, вакцина против меланомы на основе МРНК, которая успешно прошла клинические испытания и показала обнадеживающие результаты. Второе. Индивидуальные вакцины. В России и других странах разрабатываются индивидуализированные вакцины, основанные на анализе генетического материала опухоли. Это позволяет, в свою очередь, нацеливаться на уникальные мутации, которые характерны для каждого конкретного случая. Третье. Это комбинированные вакцины. Исследуются комбинированные вакцины, которые могут одновременно активировать несколько путей иммунного ответа, что повышает их эффективность. Например, вакцины, которые активируют как Т-клеточный, так и гуморальный иммунитет. Основные проблемы разработки вакцин включают индивидуальность опухолей. Каждая опухоль уникальна, что затрудняет создание универсальных вакцин. Генетические мутации и разные антигенные профили требуют индивидуального подхода к каждому пациенту. Иммунный ответ. У разных людей иммунный ответ на вакцины может существенно различаться. Это делает сложным предсказание эффективности вакцин. Разработка и тестирование. Процесс разработки вакцин требует значительных временных и финансовых затрат. А также строгие клинические испытания для обеспечения безопасности и эффективности вакцинации. Несмотря на эти проблемы, исследования в области вакцин продолжают активно развиваться. И новые технологии открывают перспективы для более эффективной профилактики и лечения рака. Многие онкологи по-разному относятся к вакцинации. Я, в свою очередь, верю в потенциальную эффективность вакцин. Но, к сожалению, в настоящий момент у нас пока нет убедительных данных, которые позволили бы интегрировать вакцинацию в клиническую практику. И надеюсь, что в ближайшем будущем при получении результатов клинических исследований мы уже сможем более широко использовать эти виды профилактики и лечения онкологических заболеваний. Продолжение следует...